Физическое восстановление после COVID-19. Что нужно знать? Надо в первую очередь знать, что это заболевание системное, и оно поражает не только органы грудной клетки, в частности легкие, но также откладывает повреждения и на головной мозг, и на внутренние органы. Так как за счет поражения легочной ткани страдает газообмен, и каждый орган в нашем организме начинает испытывать дефицит кислорода, голодание идет, и нарушается его функция. У человека могут беспокоить и головные боли, и нарушение памяти, внимание, беспокоит утомляемость, снижается работоспособность. У человека просто нет сил. Прежде чем приступить к упражнениям, необходимо пройти консультацию доктора и учесть нюансы перенесенного заболевания. Определяем, какая была степень поражения легких, наличия сопутствующих заболеваний, возраст. И от этого уже отталкиваемся и строим уже индивидуальный план восстановления пациента. Врачи говорят, что восстанавливаться нужно по строгой индивидуальной программе. Почему нельзя выдать пациентам единый план упражнений? Люди разные. Кто-то очень легко перенес пневмонию, буквально небольшая степень поражения меньше 30%, то есть через две недели после перенесения он уже входит в норму. А есть люди, у которых произошло поражение 70%, а там сахарный диабет в наличии, нестабильная гипертония. И, конечно же, здесь нужен определенный подход. Это подбор упражнений для человека, это обучение дыханию человека. Правильное дыхание – это один из базовых аспектов реабилитации. Врачи рекомендуют освоить диафрагмальное дыхание. Диафрагмальное дыхание – это очень важно. Диафрагмальное дыхание – это не просто насыщение кровью кислородом более богато. Это снижение внутричерепного давления, это снижение внутригрудного давления, внутрибрюшного. Любая физическая нагрузка требует дыхания, потому что если человек начнет неправильно дышать, если он будет задерживать дыхание свое, это приведет к повышению давления в полостях. Важно также соблюдать водный баланс. Одно из осложнений еще при коронавирусной инфекции идет густота крови, то есть это риск возникновения тромбозов и осложнения в виде тромбоэмболических заболеваний. Поэтому крайне важно будет соблюдение всегда водного режима, помимо медикаментозной терапии, которую назначил врач. Потому что водный баланс, он способствует как раз тому, чтобы кровь была более жидкая, она будет легче протекать по сосудам. То есть это человек тем самым уменьшает процессы обезвоживания в организме и улучшается будет работа как метаболизма в нашем организме, так и головного мозга, его работа, что не будет обезвоживания идти. А в чем специфика восстановительной программы и упражнений на тренажерах доктора Бубновского? Упражнения подбираются индивидуально под каждого человека и они выполняются в декомпрессионном режиме на специальных тренажерах. Это способствует еще лучшему кровоснабжению. Упражнения идут в антигравитационном режиме, что способствует улучшению как раз кровоснабжения головного мозга. И каждый человек в любом состоянии с наличием любых сопутствующих заболеваний опорного двигательного аппарата, деформирующего остеоартроза 3-4 степени, тазобедренных, коленных суставов сможет эти упражнения выполнить. При разработке программы восстановления доктор также может рекомендовать посещение сауны и специальные виды массажа. По заверениям врача, при ответственном подходе пациентов к восстановлению тренировки могут помочь минимизировать последствия после COVID-19.